Сина, Китай, улучшив отношения с Россией, Украина подала оливковую ветвь Китаю. Были подписаны договоры о сотрудничестве на 10 миллиардов долларов. Сина.Чон, Китай. 22 июля 2019 года. По сообщениям информационного агентства «Спутник» от 20 июля, на днях президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с представителями китайского бизнеса, где перечислил проекты сотрудничества общей суммы свыше 10 миллиардов долларов. Сообщается, что Украина планирует реализовывать данные проекты через предприятия с участием государственного и частного капитала. По поводу затруднений, которые могут возникнуть в украинской инвестиционной среде, Зеленский заявил, что его команда сможет гарантировать инвестиционную безопасность и невмешательство в коммерческую деятельность. Сообщается, что Украина ожидает помощи китайских компаний в сфере инфраструктурного строительства, добычи природного газа и сельского хозяйства. Китай обладает богатым опытом в области капитального строительства. Страна владеет самыми передовыми технологиями, связанными с высокоскоростными железными дорогами. Китаю нет равных по их протяженности. Затраты на строительство таких железных дорог составляют две трети от уровня других стран, а стоимость билетов – одну четверть или даже одну пятую. Помимо высокоскоростных железных дорог Китай строит первоклассные мосты. Более половины из сотни лучших мостов в мире были построены в Китае. К проектам по сотрудничеству в сельскохозяйственной сфере, упомянутым в перечне, относятся пять соглашений, подписанных в апреле этого года. В них устанавливаются экспортные нормы сои, кукурузы и чменя. Как стало известно, объем экспорта украинских зерновых культур увеличится до 70 миллионов тонн. Не зря страну называют «житницей Европы». К тому же спрос на зерновые в Китае весьма велик, и Украина и есть все шансы стать одним из основных поставщиков сельскохозяйственной продукции в эту страну. Можно увидеть, что Зеленский стремится именно к этому. Украина уже долгое время мечется между Россией и Западом, из-за чего экономика страны с развитым сельским хозяйством пришла в плачевное состояние. По имеющимся данным, прирост ВВП за первый квартал 2019 года составил в Украине 2,5%, что свидетельствует о замедлении темпов роста экономики по сравнению с прошлым годом. Современное положение дел говорит о том, что Зеленский, находящийся у власти уже два месяца, надеется стимулировать рост экономики страны при помощи развитого сельского хозяйства. Внутренний спрос не в состоянии справиться с этой задачей, поэтому единственным выходом для Украины видится увеличение экспорта. Китайский рынок – это решение имеющихся проблем. АСИАН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, уже установила тесную связь с китайским сельскохозяйственным рынком и стала его вторым по величине торговым партнером. Китай устраивает намерения Украины, создающие здоровую конкуренцию среди поставщиков продовольствия и оптимизирующие систему поставок. При Порошенко отношения между Россией и Украиной складывались плохо. Ситуация поменялась после прихода к власти Зеленского. Недавно он провел телефонные переговоры с Путиным, чем невероятно обрадовал пророссийские силы. Существует мнение, что с этого начнется новая глава в истории российско-украинских отношений. 21 июля страны объявили о бессрочном прекращении огня на Донбассе. Это событие можно считать важным шагом к завершению пятилетнего конфликта. Многие думают, что Зеленский больше симпатизирует США, чем России, однако современная Украина совершенно не похожа на ту, какой она была при Порошенко. Можно предположить, что Зеленский проявляет больше заботы об украинском народе. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.